МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. В 128-й школе возобновили уроки. Но почему родители учеников боятся идти на контакт с журналистами? Барнаульский пассажироперевозчик больше не возит людей до Сибирской долины. Почему ушел и станет ли труднее пассажирам? Для верующих начинается время аскезы, великий пост. Все ли к нему готовы и можно ли немного нарушать правила? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роспотребнадзор объявил, что же стало причиной массового недомогания детей из 128-й школы. Напомним, в четверг, 11 марта, десятки детей начало рвать, поднялась температура. Некоторым школьникам пришлось вызывать скорую. Учреждение даже пришлось закрыть на несколько дней. Продолжим в сюжете. После нескольких дней перерыва, как ни в чем не бывало на занятия, в школе номер 128 возобновили уроки. 11 марта учреждение пришлось закрыть. Десятки школьников дружно испытали понос, рвоту, температуру и слабость. Кому-то даже пришлось вызывать скорую помощь. Многие родители были уверены, что дети отравились в столовой. Вам тоже плохо стало, да? Да, два дня рвало. А вы ели в столовой? Ел, но мне что-то подсказывает, что это связано с весной и чем-то. То есть ротовирус какой-то просто, да? Все ночи рвало, прям сильно очень. А вообще какие-то претензии у вас есть к столовой? То есть вас нормально кормят? Ну, по сути, вкусно, да. Мы не питаемся? То есть мы из буфета, там, ну, булочки покупаем, чай. А, ну, а вы говорите вкусно, да? Да. Ну, то есть какой-то откровенно антисанитарии нет, да? Не видел, что было прям, все было как-то грязно, ну, нормально. Нам удалось пообщаться с женщиной, у которой заболел ребенок. Она отказалась общаться на камеру, говорит, многие родители школы вообще не хотят комментировать эту тему, ведь их детям еще сдавать экзамены. Именно по этой причине мы вынуждены во время интервью показывать голубя. Повально, прям буквально, знаете, ну, вот в пару часов они все сплошняком пошли, 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 пошли. А как выходить вот сейчас? Мы тоже не знаем. Что это три дня дало, что-то нет. И что это в итоге было? Сегодня стало известно, что причиной кишечной инфекции у детей и педагогов стали норовирус и ротовирус. Результаты лабораторных исследований показали, что школьные продукты и вода соответствуют санитарным правилам, оборудование на пищеблоке и рацион питания в норме. Ну, просто очень сожалеем, что дестабилизировали работу школы, и, конечно, напряжение правительской общественности усилилось. Мы пытаемся разъяснительную работу продолжать вместе, вместе с городом Барнаугу. Как утверждают в Краевом Минздраве, все дети, у которых была клиника кишечной палочки, на сегодняшний день здоровы. Однако, по предписанию Роспотребнадзора, сейчас в школе все же усилили контроль над уборкой, режимом проветривания и обеззараживания воздуха. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня работники первого на Алтае ковидного госпиталя горбольницы номер 5 получили федеральные, краевые и районные награды. Вручал их министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Напомним, около года назад именно пятая горка приняла на себя первый удар пандемии новой коронавирусной инфекции. Долгие месяцы часть медиков жила и работала на территории больницы в разлуке с родными и близкими. Из 800 работников 300 были трудоустроены в прошлом году. Сегодня больница является, пожалуй, главным учреждением по борьбе с ковидом. А следующие наши герои ищут не только признание, сколько достойные оплаты. В Бийске произошел конфликт между сотрудниками и руководством скорой помощи. Причина – неравномерное распределение вызовов к пациентам с подозрением на коронавирус. Ведь за такую работу следует доплата. А некоторые медики и вовсе утверждают, что не получили выплату за перенесенное заболевание. Конфликт на скорой помощи Бийска между сотрудниками и руководством длится уже несколько месяцев. Еще перед Новым годом фельдшеры и водители стали замечать, что на вызовы к ковидным пациентам, за которые идут немалые надбавки, как они сами говорят, отправляют лишь избранных. У наших местных диспетчеров есть определенный, так скажем, черный список. Это те люди, кто не угодны, ну, сегодняшнему, так скажем, положению, кто не согласен с этими делами, их заносят в черный список. И эти люди, они лишаются не то, что ковида, они лишаются каких-то вообще преференций, то есть заработка дополнительного, понимаете, они сидят на ставке на обычной. Ну и плюс еще давление на них оказывается моральное. А виду медиков можно понять, выплаты за работу с ковид-пациентами могут достигать 25 тысяч рублей. Это существенная прибавка к небольшой зарплате. Однако главный врач не согласен с претензиями своего коллектива. В случае ковид-19 уменьшились, обеспечить все бригады равномерно невозможно. В феврале месяце был издан другой приказ, где было определено количество бригад. Но в феврале у нас вообще мало вызовов стало ковидных. И вы знаете, что уже ковидные госпиталя закрываются. И второй готовится под закрытие ковидный госпиталь из трех существующих на территории Бийского округа. Количество бригад было резко уменьшено. Туда попали в ковидные бригады люди. Это не я выбирал, не начмед. Спустились со старшими фельдшерами, которые составляют графики, которые непосредственно знают. Людей с ними работают гораздо ближе, чем мы. С ними переговорили, они нам дали списки этих людей. И из них была составлена ковидная бригада. Критерием отбора было это либо переболевшие люди, чтобы не было повторных случаев заборожения, либо те, кто уже сделал прививки. Непонятная ситуация, как считают работники скорой помощи, сложилась и с выплатами, которые положены работникам сферы здравоохранения, переболевшим ковид-19. На сегодняшний день в Бийске 90 сотрудников станции скорой получили выплату. Однако есть и те, кто на официальный больничный не уходили и, возможно, перенесли ковид бессимптомно. Косвенно это подтверждает наличие антител в крови. Страховая сумма, страховая премия, это 70 тысяч рублей. Ее получить можно в том случае, если будет мазок положительный, ну и, соответственно, какое-то истечение болезни. Дело в том, что некоторое время мы мазок, в принципе, не сдавали, потому что у нас станция скорой помощи не заключила с ними договор, а мы сдавали только кровь. А в Москве нету, значит, и выплаты нет, соответственно. У нас некоторые люди уже обращались и в прокуратуру, и в Москву писали, и тоже вот как-то пытаются добиваться правды, но по одному не получается ни у кого. Вот решили собирать подписи и обращаться вплоть до президента. Для получения выплаты существует особая процедура, утвержденная на федеральном уровне. Одно из главных требований – официальный больничный сотрудник с подтвержденным диагнозом ковид-19. Важен и факт работы с коронавирусными пациентами. На этом основании формируется комиссия в составе инженера по охране труда, главного врача, председателя, представителя медицинской организации, где он лечился, и представителя ФСС. И они коллегиально решают по тем документам, которые предоставила медицинская организация, имеет ли данные не только по этим документам, но и по документам, подтверждающие факт работы в данном медицинском учреждении, подтверждающие факт работы с коронавирусным больным, именно в период, когда мог заболеть сам сотрудник организации. Вот это является основанием для выплата. Сотрудники станции скорой медицинской помощи уже написали обращение с просьбой разобраться в ситуации в Министерство здравоохранения края и страны. Кроме того, они намерены привлечь прокуратуру. С сегодняшнего дня на 33-м Барнаульском маршруте новый перевозчик. Накануне мэрия уведомила СМИ о те пассажиров, что компания «Агастранс», обслуживающая маршрут, прекращает на нем свою работу. В чем причина отказа, кто теперь будет обслуживать популярный у жителей поселка Южная Сибирская долина маршрут, и не пострадают ли пассажиры от смены перевозчика, расскажем далее. «Агастранс» покидает маршрут не впервые. Правда, в 2018 году это было не по их инициативе. Тогда пассажироперевозчика отстранили от участия в конкурсе, и на маршруте начал работать другой. Далее – иски от «Агаса» в суды и признание того, что конкурс проводился с нарушениями. Тогда они вернулись на маршрут, теперь сами от него отказались. Говорят, раньше в городском дорожном комитете при проведении конкурса на маршруты просчитывали рентабельность, теперь этого не делают. Из этих трех маршрутов рентабельным доходным был только 77 маршрут, а в нагрузку перевозчикам давали нерентабельные убыточные маршруты. Таким образом происходило переспределение финансов, и перевозчики тянули в том числе нерентабельные маршруты. Это было выгодно всем. В июне на конкурсе большой лот, состоящий из трех маршрутов, разделили, и «Агасу» обслуживать только 33-й оказалось невыгодно. В месяц их убытки составляют 500 тысяч. Компенсировать сумму никто не собирается, поэтому пришлось от перевозок отказаться. Говорить о том, убыточен он или нет, я не могу оценить, в плане того, что каждый предмет самостоятельно подходит по своей финансо-хозяйственной деятельности, каким образом они организуют этот процесс. Я думаю, что вряд ли он убыточен, с учетом того, что на те конкурсные процедуры, которые проводились, подавалась не одна заявка. То есть, как правило, если маршрут убыточен, у иных перевозчиков к нему интереса нет. В Комитете по дорожному хозяйству заявили, что интересы пассажиров в приоритете, и поэтому с сегодняшнего дня по законодательству ввели регулируемый маршрут 33Р. За выходные нашли перевозчиков, это ИП Гриднев и ИП Усольцев. Договор с ними заключен на три месяца. Жители поселка Сибирская долина рады и такому решению вопроса. Сегодня у нас другой перевозчик на 33 маршруте. Долго вам пришлось ждать? Нет, недолго. Буквально пару минут. То есть, ничего не изменилось? Вот вы не заметили? Вы ездите на этом вообще автобусе? Ну да, в принципе. Часто он ездит. По нашим наблюдениям, расписание прежнее. 33-й ездит каждые 10-15 минут. А в Комитете по дорожному хозяйству будут смотреть на действия Ага Странса. Так нам сказали сегодня. По законодательству, после трехдневного невыхода на линию, предприятие может лишиться свидетельства. У бывшего перевозчика, к слову, тоже есть свой план действий. Решение будет принимать руководство. Но в данном случае мы считаем, что мы докажем, что предыдущий конкурс был пройден с нарушениями, и мы были незаконно отстранены от участия в конкурсе. По всем седьмому, да? По всем трем маршрутам, да. В том числе и незаконное разделение данных маршрутов на отдельную лодку. И хотя пассажиры не пострадали, пострадавшие в этой ситуации уже есть. Водители Ага Странса с сегодняшнего дня вынуждены искать работу. Уже все писали заявление, остатки получили, расчет уже. Кому сколько получаете? Кому 6 тысяч, кому 15. Так что, все. То есть вы очень расстроены, да? Вот не ожидали? Конечно, мы хотя бы думали до конца апреля, как нам говорили, лицензия у нас. Все на это надеялись. А сейчас вот неожиданно, ни с того, ни с сего. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Ломают счетчики, ставят магниты, подсоединяют к сетям свои провода, а в результате платят десятки тысяч штрафа и провоцируют несчастные случаи. Представители компании «Алтайкраэнерго» провели пресс-конференцию, на которой рассказали журналистам, как некоторые энтузиасты пытаются украсть электричество, как их находят и что за это бывает. Стоит магнит. Магнитные электросчетчики – один из немногих способов не платить за энергию. На подобных рейдах специалисты «Алтайкраэнерго» за прошлый год зафиксировали 615 случаев хищения электричества. В рублях украли примерно 26 миллионов. Причем, как рассказал Сергей Фомакин на пресс-конференции, воруют часто люди небедные и обычно себе в убыток. В камне на обе был составлен акт безучетного потребления более 240 тысяч рублей. И у потребителя на тот момент времени он отказывался от оплаты. Приставами был изъят автомобиль «Лэнкрузер». Крупные штрафы – малое зло. А вот, как рассказывают эксперты, такой способ, как набрасывание провода непосредственно на линию электропередачи, приводит к более серьезным последствиям. Во-первых, из-за повышения нагрузки из строя выходят электроприборы, и не только у самого нарушителя. А во-вторых, это вызывает короткие замыкания и пожары. Как говорит Сергей Фомакин, проблему должны решить замена голого провода на изолированный, а также внедрение интеллектуальных приборов учета. Они приходят на смену индукционным и электромеханическим. Конечно, умный счетчик и способен на большее. Позволяет дистанционно снимать показания, контролировать ваш суточный, ежечасный расход. Вот этот счетчик показывает вскрытие, вмешательство в работу прибора учета, если таковое происходило. Он показывает на воздействие магнитного поля, если прикладывался к нему этот магнит. В рамках инвестиционной программы в 2020 году компания установила в крае 34 тысячи приборов учета, в том числе около 4 тысяч умных счетчиков. В частности, интеллектуальными приборами учета полностью снабдили жителей Благовещенки. Но и те, у кого умных приборов нет в случае мошенничества, тоже, как уверяют сетевой компанией, будут найдены. Ведь специалисты видят очаги потерь. Когда мошенников находят, их обязывают оплатить всю украденную электроэнергию, назначают штраф, а в некоторых случаях хитрецов ждет и уголовная ответственность. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Блинов почти не было, но зато сожгли чучело. Более 8 тысяч человек, несмотря на холодную погоду и ковидные ограничения, отпраздновали в минувшую субботу Масленицу Вселенного Терышкина. Это стало одним из первых по-настоящему массовых мероприятий с момента начала пандемии. Илья Кочетков продолжит. Гости фестиваля шутили. Давно зима так не сопротивлялась своим проводам. Алтайские предгорье встретили гостей шквальным ледяным ветром. По нашим данным, накануне из-за прогнозов погоды, многие организованные группы туристов отказались от поездок. Тем удивительнее, что по подсчетам организаторов, на площадку со всего края приехало порядка 8 тысяч человек. Да, потому что мы молодые и красивые, и нам не хочется дома, поэтому мы приехали. Мы просто любим путешествовать. Погода не смущает? Нет. Люди откровенно соскучились по массовому веселью. Многих не остановило даже то, что Масленица 2021 с самого начала предполагалась с существенными ограничениями. Обязательный масочный режим и отсутствие общепита. Причина, разумеется, пандемия, которая официально, в отличие от зимы, не закончилась. Так что Масленица стала своего рода попыткой вернуть в строй алтайский событийный туризм. Первое такое крупное мероприятие, которое мы с таким очень трепетом проводим, потому что на нас очень много взглядов со стороны. Ситуация своеобразная, да, все прекрасно понимаем, о чем мы. Поэтому помимо блинов мы еще раздаем маски на входе. Это обязательный атрибут этой Масленицы. Блинов, правда, было немного, во всяком случае, открытых кухонь не было. Так что гостям оставались менее традиционные для этого праздника шашлыки. Из народных забав оставили самые традиционные. Дуэль на мешках, состязания гиревиков, конкурсы чучел зимы. И, конечно, не обошлось без открывающего праздник-шоу. Масленица после слуха на обитое брюхо. Мне очень нравится, очень, очень нравится, что все-таки вот подобные мероприятия, мне кажется, русскую культуру поддерживают. То, что сейчас, на мой взгляд, очень важно. Молодежь к этим вещам привлекает. Ну, вот, мне кажется, только понятен. А вот что точно было под вопросом, это традиционное лазание по столбу. Просто потому, что на пронизывающем ветре даже одетым было неуютно. Но есть еще, оказывается, богатыри в русских селениях. Еще немножко! Итак, посмотрите, кто там у нас развивается как флаг? Это Александр! Ребят, вот он! Первый, первый же ТОП, первый же победитель Александр! Ну, это девятая победа моя здесь. Подряд. Один раз не взял, болел, не смог залезти. Смотрите, наш спортсмен, боянец уже подошел к ряду. Потом, на следующий год, два раза подряд. Но, пожалуй, самое главное в этом массовом празднике, то, что он, наконец-то, несмотря ни на что, состоялся. Это словно бы символ, что возвращение к нормальной жизни неизбежно, как и приход самой весны. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком. Масленица позади, а это значит, что начался главный период воздержания для православных – Великий пост. Продлится он семь недель до Пасхи. На это время постящимся придется отказаться от некоторых продуктов, вредных привычек и различного рода веселья. Как поститься правильно, а кому делать это не стоит – далее в сюжете. У меня характер поменялся, отношение к жизни поменялось, стал счастливее, в плане ей здоровье получше стало. Действия Великого Поста отец Виталий ощутил на себе. Говорит, что у тех, кто делает это правильно, меняется все – от фигуры до мировоззрения. Ограничения в еде в виде запрета на употребление мяса, молока, яиц и ряда других продуктов – неотъемлемая часть семинедельного воздержания. И для многих это становится настоящим стрессом. Если мы не едим мясо, но поедаем брата своего, то в таком случае лучше не поститься, а проявлять любовь. Потому что если мы ставим любовь и пост, что выше, любовь всегда была выше и будет. Кроме того, важно входить в пост постепенно. Поэтому ограничивать себя в употреблении определенных продуктов верующие начали уже на масленичной неделе. Но главное – не переусердствовать, чтобы не нанести вред своему организму. Врачи мне запретили отказываться от молока. И я была печальна этим. И у батюшки спросила, что делать. Он сказал, что слушайтесь земных врачей, потому что питание – это не главное в посту. Это как бы вспомогательный элемент. А в основном ходите на службу, молитесь, кайтесь. Причем делать это нужно только в том случае, если человеку это приносит радость и наслаждение. Нельзя поститься ради поста. Важно иметь конкретную цель и собственное желание. Например, я верю, но, например, не сильно-то этого хочу делать. Но так нужно, я это делаю. Скорее всего, я бы даже не рекомендовала так испытать себя, потому что вера – это то, когда я делаю непринудительно. И многие, кто ограничивают себя принудительно, как правило, весь пост не выдерживают. Поэтому подходить к этому выбору стоит серьезно, а прежде понять, для чего себя ограничивать. Ведь главная цель – успеть духовно очиститься к празднику Пасхи, который в этом году будет 2 мая. Анастасия Бертенева, Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Кстати, поститься на Алтае стало гораздо дороже. Цены на некоторые продукты по сравнению с прошлым годом выросли больше, чем наполовину. Так, например, цена за килограмм подсолнечного масла выросла более чем на 40%. Стоимость обычного картофеля обогнала подъем цен на масло вдвое. Также подорожал и один из самых ходовых продуктов – сахар. Причем почти в два раза. Подорожали и крупы. Например, цена на гречневу выросла почти наполовину. В прошлом году она стоила дешевле, чем пшено, покупка которого сейчас стала гораздо выгоднее. Вслед за картофелем подорожали и другие овощи. За килограмм моркови жители Алтайского края отдадут порядка 35 рублей. Значительно поднялись цены и на макароны, и на другие виды лапши. Поэтому внимательно смотрите на ценники и ищите акции. А на этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на ютуб-канале. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Evalar. До встречи в эфире.